У вас должен был получиться вот такой чертеж, сверху заливка и внизу три вида. Дальше вам нужно это оформить на листе и сохранить в PDF формат. Как это сделать? Во-первых, как работать с листами, что это вообще такое? Вы до сих пор работали в модели, то есть это пространство бесконечных листов, которыми я могу рисовать много чертежей, то есть какие хочу размеры и так далее. Лист это уже подготовка к печати, то есть там я указываю какой это лист, а один, а два, а три. Здесь для управления листами есть диспетчер листов. Как вообще посмотреть листы, которые есть в чертеже? Если вы работаете вот в таком режиме, в режиме рисования и аннотации, то можно использовать вот эти вот кнопки и ими управлять листами. Если это классический вид, то у вас снизу будет модель написано и лист один, лист два, а по умолчанию два листа. Вот здесь кнопки, есть модель, то есть сейчас я нахожусь в режиме модель. Есть лист, то есть переключаясь в листы, в данном случае у меня один лист создан здесь, поэтому я переключаю с него. Здесь я ничего не вижу, потому что нужно создать еще видовые экраны. По умолчанию на листе уже есть один видовой экран. Я его удалил, тут у меня было просто все доделано, и я все удалял. И также есть удобные кнопки, это просмотр чертежей быстрый и просмотр листов быстрый. Что они дают? Если нажать на быстрый просмотр чертежей, то вот у меня открылся данный чертеж. То есть если у вас открыто 10 чертежей, то у вас будет 10 таких окошек, вы можете быстро закрывать их, переключаться в чем-то чертеже. Если вы новойте на сам чертеж, у вас показывается, что в этом чертеже есть модель и лист, в данном случае. Правильно? Если вы работаете в одном чертеже или вам нужно посмотреть какие есть листы в этом чертеже, то проще использовать вот эту кнопку. Быстрый просмотр листов. То есть оно не показывает чертежи, а сразу показывает модель и все листы, которые есть в данном чертеже. текущий. Вы выбираете лист, модель и так далее. Я выберу лист. Я сейчас буду с ним работать. Мне нужно создать здесь видовой экран. Но перед этим нужно настроить лист, кстати. Потому что он по умолчанию идет горизонтально. Он меня уже повернут, тут А4 стоит и так далее. Как это сделать? Можно опять же нажать листы, правая кнопка и вызвать диспетчер параметров листов. Это самый быстрый способ. И здесь у меня видно, что есть в чертеже лист 1. Он называется лист. Я могу нажать редактировать. В вашем случае нужно будет нажать редактировать и выставить какие-то параметры. Потому что он у вас будет по умолчанию горизонтально. Здесь у меня я настроил, что сохранять будем в PDF. То есть тут как такового самого экспорта нет. То есть картинка это тоже печать. Печать на принтере, картинку и в PDF формат и так далее. Для всего нужно листы, нужно плоттер настраивать. Я это тоже позже покажу. То есть здесь ставим в PDF и здесь формат листа. Самой ориентации как бы нет. То есть книжная, альбомная. Вот здесь есть книжная, альбомная, но это ориентация чертежа. То есть она не переворачивает сам листик горизонтально или вертикально. Она поворачивает чертеж. Вот. Если надо повернуть чертеж, то это настраивается вот здесь. Вот у меня 210 на 297. Есть вот 297 на 210. То есть наоборот. Как раз вот горизонтально. Вот оно у вас будет стереть. Ну, мы ставим А4, 210 на 297. А вот здесь вот показывается, как у меня чертеж будет выглядеть. То есть в виде блоковки А. То есть если я поставлю альбомное, то вот теперь он у меня будет так. Ну, я оставляю книжную. Вы как бы настраиваете. Здесь можно выставить еще и качество. То есть черновое и так далее. Ну, от него тоже зависит время сохранения. Вот. И таблица стилей печати. Что здесь? Вы можете выбрать здесь Graysale, допустим, если у вас цветной чертеж, он будет сохранен как черно-белый. В градациях серого. Можно выбрать 100% экран. То есть как на экране, так и там. Вот. Цветной и так далее. Ну, здесь я сейчас ничего не настраиваю. Вот. И что печатать? Лист, рамка или экран? Ну, обычно лист печатается. То есть можно сделать смещение листа и так далее. Вот. В какую-то сторону. И здесь выставляется масштаб листа. То есть обычно это один к одному оставляется. А в самом листе можно указывать масштаб свойств. И здесь одна единица, в данном случае миллиметр, да, у меня чертеж в миллиметрах, равна сколько там единиц чертежа. То есть я могу сделать, что там 2-2 миллиметра, это одна единица чертежа. К примеру. И в итоге у меня, вернее на листе, они на чертеже, у меня получится весь рисунок в два раза меньше. Вот. Ну, не знаю, я это не использую, обычно просто сохраняю это нормально. Значит, после того, как настроили, нажимаете ОК, можно просмотр посмотреть. Ну, вот, настроили ОК, и здесь закрываем это все. Также можно создавать новые листы, то есть в чертеже может быть не один лист, а много, на котором будут показаны различные чертежи. Ну, вернее, различные области чертежа. Вот. К примеру, если вам нужно, ну, у вас есть чертеж, и вам нужно выделить какую-то отдельную часть. Лист, чертежа, вы не берете, не копируете эту область, не перерисовываете. Просто делаете еще один лист, и на нем это все указываете. Можно на одном листе создать много видовых экранов, например. Ну, в данном случае, как создать новый лист? Допустим, я могу быстро просмотрить листов. По листу правый окно, и вот здесь можно новый лист создать. По шаблону, то есть там можно посмотреть шаблоны листов, которые есть, уже с видовыми экранами. Вот. Удалить, переименовать, перевести, копировать, выбрать все листы и так далее. Атилизировать модель, то есть переходит на модель. Ну, мы пока на листе находимся. Как создать здесь теперь видовой экран? Нужно зайти в меню вид, во вкладку вид здесь, и тут будет создать. Ну, перед тем, как мы нажмем создать, и есть вот здесь вот такая вот кнопочка, вот. Она позволяет создавать любой видовой экран, в принципе, любой форму. Вот. Как это делаем? Делается. То есть выбираем, и указываем точки, стоп, выбираем, и указываем точки видового экрана. К примеру, он будет у меня вот такой. То есть вот в этой области у меня будет показываться чертеж. Но здесь теперь не в эту точку нужно вести, а правой кнопкой и замкнуть. В итоге у меня получается, видите, видовой экран, в котором я вижу. Мой чертеж. То есть я могу настроить. Ну, это если нужно будет вот такой вот многоугольный, как бы создать по звездочке, ну, вдруг. То вот таким образом его можно создать. Для того, чтобы удалить видовой экран, просто выделяем рамку видового экрана, нажимаем делить. Сам чертеж остается на чертеже. То есть я удаляю всего лишь видовой экран. Он никак не влияет на саму модель. Модель остается на месте. То есть то, что я чертил, оно есть. Также можно создать, ну, наиболее часто вот при помощи вот этой кнопки или команда V-экран. Ну, я думаю, команда не вымечает. Вот здесь можно выбрать уже готовые, скажем так, шаблоны. Один, допустим, будет один вид. Два будет вертикально. Ну, в том случае у вас было два горизонтального. Вот так вот, правильно? Дальше здесь можно задать расстояние между ними. То есть вот здесь вот, ну, тут вот расстояние 0 сейчас. Можно задать там 20, 30 и так далее. То при создании у вас будет вот здесь вот маленькое расстояние. Ну, там у вас в PDF такие есть. Там есть расстояние. Значит, ну, зададим там 20, 30 и посмотрим, как это будет выглядеть. Нажимаем ОК. Дальше, если смотреть на чертежи, у вас есть вот такие вот прониктированные как бы линии. Они показывают область печати чертежа. То есть то, что будет выходить за эти линии, у вас не будет сохранено в PDF. Вот поэтому лучше делать, допустим, вот отсюда указываю первую точку и указываю вот здесь вот вторую точку, чтобы входило в эту область. Вот. У меня получается с отступом сразу вот здесь вот мой отступ 20. Ну, 20-то много, да, и вот. Ну, неважно, вы поставите 15. Вот сделался отступ сразу. То есть если бы я оставил 0, то отступа бы не было. Ну, в моем случае вот так вот. Правильно? То есть похоже. Просто в PDF. Дальше нужно как-то настроить. У меня в PDF там наверху было вот только оградиент или часть, только вот эта. А внизу была вот эта часть. То есть как это происходит вообще в листе? Значит, можно нажать два раза внутри рамки листа кнопкой, и я захожу, скажем так, в редактирование листа, то есть в саму область. Я теперь могу перетаскивать эту область, приближать, к примеру, например, вот так вот. Ну, видите, здесь сейчас тоже работает приближение, ну, вообще перетаскивание и редактирование. Чтобы выйти, нужно нажать за рамкой два раза. Теперь я перетаскиваю весь лист. То есть, в принципе, ничего сложного нету, просто беру ставлю, как мне нужно, и выхожу из этого листа. Здесь то же самое, захожу в этот лист, немножко побольше делаю, ну, к примеру, вот так вот, и выхожу из него. То есть за рамкой еще. В принципе, вот, оформил полностью все. Опять же, вот это все, сами рамки вы можете давать им какой-то цвет, к примеру, и так далее. Они работают точно так же, как обычные объекты. То есть, вот, они у меня сейчас находятся в каком-то слое, который называется размеры. Но для них у меня есть слой Viewport. Есть экран, видовой экран. Вот, и к ним я применяю этот слой, вернее, их вложу в этот слой. Вот, ну, мы слои уже учили, вам надо было все чертежи тоже по слоям раскидать. Вот, и мы, правда, тоже по слоям раскидываете. Вот, в принципе, у нас лист готов, его можно теперь опечатать. Чтобы сохранить PDF, и у вас получится точно такое же, как и я вам давал. Но еще есть один момент. Вообще, у всех объектов есть такая точка, как свойство. Вот здесь вот. И у видовых экранов тоже это есть. Значит, здесь можно ставить масштаб вида. То есть, сейчас он один к одному. То есть, бывает такое, что на чертежах вынесено что-то, допустим. Ну, вынесено с экрана сюда, и так написано один, ну, не знаю, двадцати, к примеру. То есть, экран, на экране все нарисовано с учетом размеров один к двадцати. То есть, если размер там у меня один, то его нужно умножать на двадцать. Ну, наверное, на другой размер. Ну, в принципе, нечасто этим пользуюсь. Ну, если надо, то вот здесь это можно менять. Вот, масштаб. День. Вот. Два к одному, и так далее. То есть, в зависимости от масштаба чертеж будет либо больше реальных размеров, либо меньше реальных размеров. Вот. Ну, и, соответственно, размеры надо будет уже умножать. Ну, в принципе, в свойствах можете порыть и посмотреть, что-то у нас интересное. Просто, может быть, оно вам и не надо будет. Вот. Сейчас вам нужно будет создать в этом чертеже, в последнем, вот тоже такой же самый лист. Все остальные скинут мне пар. И все. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо.